Всем привет! Сегодняшний наш обзор будет посвящен новинкам кальянного рынка, а именно силиконовому шлангу и мундштуку от компании MIA. Как известно, MIA достаточно популярная компания. Она была популярна на пике в 2010-х годах и сейчас у нее вышли новинки, которые мы сегодня обозреваем. Первым мы будем обозревать мундштук от компании MIA, который похож на маркуч, на турецкий шланг. Соответственно, так он выглядит. Имеет он форму вытянутую, достаточно большой, увесистый. Весит он, наверное, грамм 200. Достаточно удобный в руке, лежит хорошо, благодаря ребреной такой поверхности резиновой, я бы сказал, soft-touch. Очень хорошо обработанный металл. Диаметр, я бы не сказал, что слишком большой, но для комфортного курения, я считаю, этого вполне хватит. Также в комплекте с этим мундштуком идет переходник в кальянный порт. Соответственно, он подходит под любой силиконовый шланг. Вот я сейчас покажу. Вот, соответственно, сюда и сюда вставляется силиконовый шланг, который можно приобрести отдельно. И этот мундштук будет пригоден к курению. А сейчас мы перейдем к силиконовому шлангу от компании MIA. В комплект этого набора входит сам силиконовый шланг, разборный мундштук и две охладительные капсулы. Сейчас мы это все поближе рассмотрим. Вот так выглядит набор в полном разборе. Соответственно, начнем с силикона. Силикон прозрачный. В принципе, длина у него приемлемая. Диаметр стандартный, я бы сказал. Силикон толстый. Запаха у него постороннего никакого нет. То есть, я считаю, что и вкусов он других придавать не будет. Две обычные стандартные охладительные капсулы, которые перед курением кладутся в холодильник или в морозилку. Они остывают. И, соответственно, после того, как мы сделали кальян, мы кладем их сюда, в мундштук. Капсула у нас запасная. Соответственно, сейчас мы соберем мундштук. Здесь есть резиновый уплотнитель, так сказать, колечко, которое делает этот мундштук герметичным. Один конец вставляется в силиконовый шланг и другой конец, соответственно, это порт. Вот наш шланг готов к курению. Тяга через него обычная, как будто и без мундштука. Также во время курения у нас вторая капсула находится в морозилке. Эта капсула нагрелась. Мы можем открутить, достать эту капсулу, заменить ее на запасную, а эту, соответственно, обратно в морозилку, чтобы она снова остыла. И пар, который мы вдыхаем, был холодным и приятным. Ну, а теперь мы перейдем к плюсам и минусам данного набора. Значит, начнем с плюсов. Из плюсов можно выделить хороший по качеству силикон. Только единственное, что я опасаюсь, он в процессе курения пожелтеет. Но в этом нет ничего страшного, потому что мундштук, как мы знаем, служит фильтром. И на нем остаются вредные вещества, которые могут попасть. Также из плюсов запасная охладительная капсула, которая, я считаю, это продумано достаточно со стороны компании, потому что одной явно будет недостаточно. Она нагреется минут за 15. На плюсах мы закончили. Теперь перейдем к минусам. Из минусов можно отметить то, что сам по себе он смотрится достаточно странно. Лежит он в руке неудобно. Сам он по себе какой-то маленький, потому что сейчас все привыкли видеть мундштуки побольше, примерно в половину. Но, опять же, нельзя сказать, что данный мундштук большой будет в руке лежать комфортно, потому что он чересчур большой. Вот. Также к минусам можно отметить, что шланг, который надевается на порт и на мундштук, садится недостаточно до конца. И вид внешне от этого портится. Также резьба сделана из пластика и не внушает доверия, потому что она может сорваться в любой момент при неаккуратном использовании. Сам по себе мундштук достаточно старый. Он был и в прошлых версиях, но в этом наборе разве что силикон, который, опять же, повторюсь, по качеству достаточно хороший. А теперь перейдем к минусам и плюсам мундштука от компании MIA. Из плюсов можно сказать, что обработан он достаточно неплохо, блестяще. Но, опять же, тут возникает минус, что если схватиться за блестящую сторону, то остаются следы от пальцев и он марки, он пачкается. Из плюсов также, что эта нижняя часть сделана из пластика, куда вставляется шланг, что она не портится. На плюсах, я думаю, мы закончили. Теперь перейдем к минусам. Из минусов сразу бросается в глаза то, что он очень большой. Он достаточно увесистый и я думаю, что девушкам будет неудобно через него курить, потому что он будет перегибаться в различные стороны. Даже если его положить на стол, то он вызывает такой грохот и стеклянный стул могут даже побиться от этого. Также мне не внушает доверие внутренняя обработка, потому что есть подозрение, что он может внутри заржаветь. В принципе, на этом мы закончили обзор. Всем пока. Спасибо за внимание, комментируйте, ставьте лайки. До свидания.